МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что это? Борьба с коррупцией, устранение неугодных или пиар? Почему мы им должны верить? Если человек выглядит и говорит как эксперт, это вовсе не означает, что он разбирается в вопросе. Смотри в оба. Материал о дилетантах и мошенниках в роли комментаторов СМИ. Это и есть евромечта. Железный контейнер вместо дома. Нет работы и уверенности в будущем. Чувствуешь себя непрекаянным. К тебе относятся как к изгою. Понимаете? Никто не хочет думать о том, что они такие же, как ты. Все как на родине, только не стреляют. Новая жизнь беженцев. Специальный репортаж из Германии. Это неделя. Семь дней нашей жизни в одной программе. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Это была неделя со слезами на глазах, в мерцающем свете свечей, в терпком запахе цветов и в молчании. На площадях Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, у оград посольств России по всему миру собираются люди, чтобы почтить память 224 погибших в самой страшной авиакатастрофе в независимой России. Аэробус-321 компании «Метроджет» Кагалымавия разбивается на Синайском полуострове. Самолет направляется из египетского Шармельшейха в Санкт-Петербург. Один из черных ящиков лайнера поврежден, как сообщает Министерство гражданской авиации Египта. Он как раз содержит записи переговоров в кабине пилотов. Выимка данных из второго самописца завершена. Расследованием происшествия занимается Египет, так как трагедия происходит в его небе. Это следует из правил ИКАО и норм Чикагской конвенции. Более того, страна регистрации аэробуса не Россия, как может показаться, а Ирландия. Воздушное судно зарегистрировано на компанию с офисом в Дублине. Россия принимает участие в расследовании, однако не возглавляет его. Неделя полнится версиями. Основные из них собирает Дарья Славьева. Эта версия сразу возникает в головах многих. Причина проста. В памяти еще свежи воспоминания о жертвах малайзийского Боинга-777, сбитого над Украиной. Вскоре после крушения А321 ответственность за катастрофу берут на себя джихадисты исламского государства. Тем не менее, и российские, и египетские военные эксперты эту версию почти сразу отвергают. До того, как самолет начала использовать Когалым-Авиа, он успел сменить трех владельцев. В 2001 году во время одной из посадок самолет повредил хвостовую часть. Последствия аварии устранили. Однако авиационный эксперт из США Клайв Ирвик уверен, что что-то от внимания специалистов во время ремонта все же ускользнуло. Этой версии придерживается египетская сторона, не приводя, впрочем, подробностей. Независимый авиационный эксперт из России Вадим Лукашевич проанализировал данные ресурса Flightradar, следящего за скоростью и высотой полета гражданских лайнеров. Если верить ресурсу, проблемы у разбившегося самолета начались сразу после набора высоты. Он набирает высоту 30 тысяч футов, то есть это примерно 9,6 километра там. И в этот момент он начинает уже выравниваться в горизонтальный полет. Тут же происходит совершенно непонятно. Он начинает за минуту резко набирать высоту еще километр. Резкая горка. Выходит на некие, сатья, за критические углы атаки и срывается в штопор. На самой верхней точке он просто начинает падать. Это какая-то техническая несовершенность на борту. И судя по горке, это скорее всего что-то связанное с системой управления. То есть либо это бортовой компьютер, либо это, соответственно, приводы, допустим, механизмов, то есть это гидравлическая система. Либо уже сам исполнительный орган, то есть, допустим, стабилизатор, вот там могло что-то заклинить. Штопор – такая фигура, когда в ее процессе развивается перегрузка где-то 2-2,5 единицы. То есть для транспортного самолета, ни для пилотажного, ни для боевого, ни для истребителя. То это может быть, в самом деле, разрушающая перегрузка. В Когалым авиа в версию о том, что причиной трагедии стали технические неполадки, не верят. Нет таких отказов, отказа двигателя, отказа систем. Нет такого сочетания отказов систем, которые могли бы привести к тому, чтобы самолет разрушился воздухом. Да, при трагическом стечении обстоятельств, при отказе многоуровневым, это может закончиться катастрофой. Но самолет в этом случае разрушился в момент удара земли. В воздухе самолет разрушится от каких-либо отказов не может. Именно этой версии придерживается руководство Когалым авиа. Какого рода было это воздействие в открытом небе на высоте почти 10 тысяч километров, в авиакомпании пока не уточняют. Это версия американского разведывательно-аналитического агентства Stratfor. Его анализ показывает, взрывное устройство могло быть спрятано в багаже или среди пассажиров находился террорист-смертник. По последней информации, источники агентства Reuters в спецслужбах США и Европы подтвердили причастность группировки «Исламское государство» к крушению А-321 над Синаем. К концу недели именно версия о взрыве на борту бомбы стала приоритетной. Во-первых, разброс обломков самолета свидетельствует, что он развалился в воздухе, что крайне необычно, если не принимать в расчет вариант взрыва на его борту. Во-вторых, в некоторых телах обнаружены фрагменты металла. И есть еще один факт, который я считаю крайне подозрительным. Египтяне забрали черные ящики и осуществляют крайне жесткий контроль над ними. Это для них репутационная проблема, учитывая то, как важен для них туризм. Первые результаты расследования нам обещают представить нескоро. Только на детальную расшифровку черных ящиков уйдет как минимум месяц. Расследование крушения малазийского Боинга на Донбассе, произошедшее полтора года назад, еще продолжается. Россияне, склонившись над свечами, молчат. В их молчании траур и непонимание. Молчание того, кто говорить в этом случае, как раз обязан президента. Владимир Путин со специальным обращением к нации так и не выступает. Политик должен избегать прямого ассоциирования с горем и неудачами, пишут в учебниках по политтехнологиям. То ли советники отговаривают обратиться, то ли повод признается не самым острым. Может, какие другие соображения, а вдруг это и вправду был теракт за операцию России в Сирии. Но Путин ограничивается словами соболезнования родным и близким погибших 31 октября. Об этом он говорит 2 ноября на встрече с министром транспорта, благодарит петербуржцев за сопереживание. Потом к трагедии возвращается лишь 4 числа на выставке в Москве, отмечая «запугать Россию никому не удастся». Родственники погибших не слышат этого лозунга, они хоронят своих родных. Целая неделя за полчаса. Продолжаем. Сможет ли укроп расти без солнца? В Украине вырывают из привычной среды, задерживают и помещают в камеру главу партии укроп, экс-кандидата в мэры Киева Геннадия Корбана. Что это? Настоящая борьба с коррупцией? Устранение неугодных или пиар накануне второго тура местных выборов? И пахнет вся эта история не только укропом, но обо всем по порядку. Героям, украинское слава! Укроп – украинское объединение патриотов, фактически политсила украинского олигарха Коломойского. Дело против Корбана возбуждает генпрокуратура. Задерживают его прямо дома. Что ты делаешь? А ну прекрати! Сразу после этого украинские СМИ сообщают, главу укропа подозревают в создании преступной группировки, хищении средств в особо крупных размерах, похищении людей и угоне автомобиля. Утром во вторник истекает срок задержания Корбана. Казалось бы, его должны освободить. А нет, против коллеги Коломойского возбуждают новое дело за давление на избирком в Днепропетровске. Дальше больше. На неделе в Верховную Раду приходят следователи генпрокуратуры МВД с повестками для депутата от оппозиционного блока Вадима Новинского, олигарха в свое время поддержавшего силу Януковича, и его коллег по фракции Натальи Королевской, экс-министра при Януковиче, и Александра Вилкула, экс-губернатора при Януковиче. Вручить повестки следователям не удается. Впрочем, позже все перечисленные на допросы являются сами. Что это за парад повесток и льющиеся, как из рога изобилие уголовные дела? Где в современной Украине точка отчета борьбы с коррупцией? Почему виновные в крови на Майдане и масштабном деребане времен Януковича до сих пор на свободе, а руки того же Корбана в наручниках? Безусловно, виновен он или нет, решает только суду. Мы же собрали мнение. Новость о задержании Геннадия Корбана сразу становится резонансной. Политологи, технологи, блогеры выдвигают свои версии. Одна из них – столкновение бизнес-интересов президента Порошенко и одного из спонсоров «Укропа» бизнесмена Игоря Коломойского. Так, например, считает экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Это борьба двух олигархов. Олигарха Порошенко и олигарха Коломойского. Однако сам Коломойский эту версию отвергает. Я нормально общаюсь с администрацией президента, никаких претензий мне не озвучивали. Дело Корбана – чистая политика. Я уверен, это связано с результатами, которые партия «Укроп» получила на местных выборах. По предварительным данным ЦИК, партия получает более 6% по стране. Несмотря на то, что, по словам Коломойского и блок Петра Порошенко и «Укроп» – патриотические силы и должны вести диалог, «Укроп» считает себя главной оппозиционной партией. Правда, без политолога здесь не разберешься. Они оппозиционны к Минскому процессу, например. То есть они в хорошем смысле за войну до победного конца, правда, не совсем демонстрируют, как это сделать. Они оппозиционны к президенту, как к президенту, как к Порошенко, а не к президенту, как к институту. Они считают, что это лучше парламентская республика. Сторонники «Укропа» говорят, что задержание – это политические репрессии против неугодных. Однако, по словам Евгения Магды, нет оснований так считать. Кого бы первым не тронула власть, он будет считать себя жертвой. По мнению политолога, украинцы традиционно больше склонны верить линии защиты. А вот политтехнологи говорят, происходящее – хороший пиар для «Укропа» и лично Бориса Филатова, кандидата в мэра Днепропетровска от этой партии. Второй тур местных выборов в городе через неделю. «Теперь-то всем понятно, кого президент считает настоящей оппозицией, против кого президент готов бороться всеми методами, доступными и недоступными. А таким образом это повышает, безусловно, ставки. Ну и для самого Корбана, безусловно, это является хорошим стартом, становиться настоящим политиком, политиком первого эшелона». Президент Порошенко заявил, мол, не Корбаном единым. Волна борьбы с коррупцией настигнет всех. «Украина в ближайшее время должна услышать новые фамилии тех, кто будет привлечен к ответственности. Я подчеркиваю и настаиваю, что расследование должно происходить максимально прозрачно, транспарентно». А пока общественность, думая над этим словом, все происходящее называет избирательным правосудием. По мнению нардепа Егора Соболева, у коррупции всегда есть имена и фамилии. «Это попытка в очередной раз обмануть людей, сказать «Нет, ну мы же по всем работаем, посмотрите по телевизору». Правоохранительные органы и саботируют, и одновременно имитируют привлечение к ответственности руководителей прежнего режима, так же, как и представителей нынешнего правительства и органов управления, которые злоупотребляют своими полномочиями». Пока суд рассматривает дело Корбана, Генпрокуратура вызывает на допросы ряд депутатов. Однако подробности этих других уголовных дел пока не разглашаются. Юлия Дрозд, Ирина Любич, Аскольд-Сирко. Настоящее время неделя. И к концу недели становится известно, Печерский райсуд Киева решает посадить Геннадия Корбана под домашний арест до 31 декабря. Это неделя. Семь дней нашей жизни в одной программе. А это Германия, пригород Мюнхена, лагерь для беженцев. Пока евромечта мигрантов выглядит так. Беженцев селят в синие металлические контейнеры, как бытовки для строителей. Получается, это и есть евросчастье для тех, кто, идя на любые ухищрения Сирии, Ливии, Пакистана, Нигерии, Афганистана, добирается до заветной цели. До Германии. Ну и пусть новый мир для них здесь сжимается всего раз, два, три, до четырех метров в длину и двух в ширину. Ну и что, что этот контейнерный мир приходится делить сразу на трех. Металлические шкафчики, пружинные койки и небольшие окна. Главное, за стеклом не стреляют и кровь не льется. Странно было бы мечтать о чем-то большем, хотя, конечно, мечтается. Люди хотят работать, иметь документы, отдавать своих детей в школу, стать в итоге настоящими европейцами. Но на этом пути, судя по всему, их ждет куда больше препятствий, чем по дороге в ЕС. Маленький баварский городок Эберсберг, здание муниципальной больницы. В холле нас встречает Ола, один из сотен тысяч беженцев, оказавшихся в Германии в этом году. Ола из Нигерии. На родине он был журналистом. Я писал статьи в одну из центральных газет. Политическая ситуация в Нигерии просто безысходная. Из-за этого и из-за связанных с этим личных обстоятельств я был вынужден остаться в Германии, спасая свою жизнь. Ола едет с нами, чтобы показать, как живут беженцы в Эберсберге. По дороге мы проезжаем здание муниципалитета. Здесь бывает столько народу, все устраиваются в дикие очереди. Это ужасно. На небольшом пустыре на краю города, между спортивной площадкой и жилыми домами, стоит несколько десятков контейнеров. Мы тут перемещаем мебель, ставим кровати друг на друга, делаем второй этаж, чтобы хоть немного места появилось, но не очень получается. Они живут от собеседования до собеседования, ждут от властей разрешения остаться в Германии и пытаются найти работу. Натар был в Нигерии электриком. У него есть образование, но в Германии он не может заниматься своим делом. Мы приехали в Германию, чтобы нас защитили, не для того, чтобы просто получать деньги. Нет, мы хотим работать. С ним согласны и большинство жителей Мюнхена. Это полезно для экономики. У нас множество рабочих мест, и со временем они смогут интегрироваться. Государственная система слишком медленная, нет никакой инфраструктуры. Им приходится жить здесь месяцами, прежде чем они могут начать искать работу. Правительцы Баварии ответили – делают все, что могут. По закону, после трех месяцев в Германии беженцы могут устраиваться на работу. На деле все не так просто. Любой работодатель должен сначала устроить гражданина Евросоюза и только потом нанимать мигранта. Чувствуешь себя неприкаянным, к тебе относятся как к изгою, понимаете? Никто не хочет думать о том, что они такие же, как ты. Катерина Кочкина, Дарья Соловьева. Настоящее время. Целая неделя за полчаса. Далее у нас плакаты, лозунги, баяны, георгиевские ленты. На неделе Россия отмечает День народного единства. Об этом скоро, а прямо сейчас о фоне, на котором идут гуляния. Сирия, жертвы жертвами, миллионы долларов, уходящие в песок пустыни, миллионами, гробы из Украины гробами. Есть вещи поважнее, идеологические. Главное, броня крепка и танки наши быстрые. Так можно обозначить эфир российских федеральных каналов и фразы тех спикеров, которые там часто появляются. Кто эти люди? Почему мы, как зрители, должны им верить? Мой коллега Андрей Черкасов смотрит в оба и узнает, кто они на самом деле, эксперты, таковыми себя называющие. Если человек выглядит как эксперт, говорит как эксперт и даже представлен как эксперт, это вовсе не означает, что он на самом деле разбирается в вопросе. Нередко в роли комментатора выступают откровенные дилетанты, мошенники и конспирологи, жаждущие славы, а также эксперты, не имеющие прямого отношения к вопросу, который вызвались обсуждать. Российская армия сейчас, пожалуй, это сейчас я цитирую, пожалуй, сильнее, чем все армии Евросоюза вместе взятые. Громкое заявление в сюжете телеканала «Лайф Ньюз» – это действительно цитата из журнала «Шпигель», но ее автор – россиянин Василий Кашин. Он ученый, правда, специалист не столько по военным вопросам, сколько по Китаю. «Шпигель» цитирует его мнение как одно из многих, а «Лайф Ньюз» – как общую позицию немецких СМИ. Такое вольное обращение с источниками в работе российских медиа не редкость, рассказывает корреспондент международного французского радио Елена Сервитас. Появляется какой-нибудь там мистер Дюпон, вам его продают как известного французского политика. Вот когда вы этого мистера, там, миссию Дюпона прогуглите, вы понимаете, что он политик в каком-то там захудалом квартале и неизвестно никому в французской деревне. Многих фальшивых экспертов действительно можно разоблачить с помощью поиска в интернете. Было бы время и желание. Блогер Алексей Ковалев занимается этим регулярно и щедро делится своим уловом. К примеру, критикующий в эфире «Раша Тодей» антироссийскую пропаганду политолог Дэниел Патрик Уэлч на самом деле он готов комментировать что угодно, лишь бы заклимить американский милитаризм от Кубы до Украины. А еще Уэлч называет себя поющим поэтом представляемый в российских медиа влиятельным журналистом беседуем с журналистом Мануэлем Оксенрайтером в действительности редактор немецко-ультраправого и скандального журнала «Суэрс», то есть «Первый». После проверки оказывается, что и в следующем сюжете вести эксперты не совсем настоящие. Власти США выстроили целый план по демонизации России. Вы должны дважды или трижды проверить всю информацию. Оба сторонники разнообразных теорий заговора печатаются в идиозных изданиях и регулярно комментируют всевозможные глобальные темы, но исключительно в эфире российских каналов. Этим вопросом давно занимаюсь, этими так называемыми экспертами, которые их цитируют по российскому телевидению, больше нигде. В титрах подписываются, что это эксперт, журналист или писатель. Эти персонажи, которые там появляются, небольшой набор, который качают с одного канала на другой. Многие из «правильных» экспертов считают, Ковалев откровенно симпатизирует и тесно связан с российской властью. Есть свой набор пророссийских экспертов и для иностранной аудитории. Некоторым из них, считает журналист Елена Сервитас, платит из Москвы. Значительно реже, но встречаются такие псевдоэксперты в эфирах американского телевидения. Не так давно подобный конфуз произошел с каналом Fox News. Элиот Хиггинс долгое время считался там одним из ведущих экспертов по вопросам борьбы с терроризмом. Ведь в его биографии было написано «бывший агент ЦРУ». Хиггинс охотно критиковал политику президента Обамы для республиканского оппозиционного Fox News «Ценный кадр». Оказалось, никакого отношения к ЦРУ Хиггинс не имеет. Но регулярные эфиры позволили ему называть себя консультантом. Он даже выпустил книгу, которую до сих пор можно заказать в интернете. Разница в том, что Элиот Хиггинс теперь за решеткой по обвинению в мошенничестве. Тогда как на российских телеэкранах по-прежнему знакомые лица, псевдоэксперты, готовые дать правильный комментарий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его отмечают в десятый раз. 4 ноября делают государственным неспроста. В этот день у православных христиан празднование Казанской икони Божьей Матери в память избавления Москвы от поляков в 1612-м. Но о той далекой истории, а также о важности милосердия, терпимости в наши дни, кажется, большинство шествующих не вспоминают. Все больше говорят об угрозах. Кто-то угрозу видит даже в корреспонденте с микрофоном. С потоками людскими сливается Вадим Контаков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вот пришел со своим баяном играть, как бы поднимать настроение людям. Сегодня день единства. Кого с кем? Всего народа. Вот это праздник для всех. Это все единые. Малые, большие, женщины, мужчины, русские, нерусские, православные, мусульмане. Все. В этом его величие. Такого праздника нет нигде. Я хотел спросить. К сожалению, нет. Я не могу давать интервью. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, зачем пришли сегодня сюда? Кому лет же они говорят? Почему не говорите? Расскажите, почему вы сюда пришли сегодня? На Россию всегда все нападают. И всегда хотят... Есть желание большое ее разрушить. И сегодня тоже? Конечно. А кто сегодня хочет? Разные силы. Какие? Всякие разные. А сегодня кого нужно побеждать? Сегодня у нас достаточно проблем. Победа – это не только война. Это и трудовые достижения. Не у нас, а в мире есть кризис. Что вас сюда привело сегодня? Я кайфануть пришел. В смысле с друзьями, с товарищами? Да, со всеми, кто здесь есть. У нас пока все хорошее против всего плохого. Отличный лозунг. А вы сами сюда пришли? Да. Говорят, привозят на автобус. Нет, 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 сами добровольно. Все сами. Скажите, зачем вы пришли сегодня сюда на это мероприятие? За вас посмотрели. Как вы будете реагировать? На правда. Выразить свое отношение? К чему? К Путину, к лидеру. Поддерживаете Путина? Ну да. Ну да? Ну да. Ну не во всем, скажем так, нельзя во всем человека поддерживать. Даже самого дорогого человека. Но поддерживаем. А кого еще поддерживают? А он нуждается в поддержке? У него и так 90%. Причем здесь нуждается, не нуждается. Я за него, а они за него. Что еще? Спасибо. Это была целая неделя за полчаса. Семь дней нашей жизни в одной программе. Все выпуски на сайте currenttime.tv, в социальных сетях и в эфире ваших национальных телеканалов. Я Сергей Дорофеев. Спасибо, что смотрели и думали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова